Прокурор Ненинского округа Николай Егоров провел личный прием предпринимателей, занимающихся строительством. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с нарушениями договорных обязательств и защита прав предпринимателей, в частности, занятых на строительстве дома на улице Авиаторов. Подробности расскажет Александра Литкова. Десятисекционный дом по улице Авиаторов должен быть сдан еще в ноябре прошлого года. Но по ряду причин сдача объекта переносится на апрель этого года. В декабре после проверки строящегося объекта прокуратурой и госстройжилнадзором компании-застройщику «Полюс жилстрой» были вынесены предписания об устранении нарушений. Сейчас готовность дома составляет 98%. На сегодняшний день извещение об устранении предписания в адрес инспекции не поступало. Когда такое извещение в наш адрес поступит, будет выпущено распоряжение о проведении проверки исполнения предписаний. И после устранения всех предписаний, всех нарушений, застройщик может подавать в наш адрес повторное извещение об окончании строительства. И будет проведена повторная итоговая проверка. Кроме нарушения сроков сдачи объекта, компании-застройщику есть и претензии по нарушению договорных обязательств. Они касаются выплат компании-судподрядчику «Экология стройсервис». Как рассказал Виктор Лукьяненко, директор полюс жилстрой, задержек выплат с их стороны нет. Все идет по плану, а все недочеты будут устранены в срок до 22 февраля. У нас благоустройство уже готово. Четвертую и пятую секцию мы сейчас сдаем. Готовим к сдаче, чтобы предъявить в очередной раз после устранения замечания гос. жилнадзору. После чего при положительном заключении о соответствии мы занимаемся передачей нашему заказчику. Но не все так хорошо, как говорит Виктор Лукьяненко. По словам директора компании, выполняющей внутренние отделочные работы, за последние 4 месяца они получили только 500 тысяч рублей от компании «Полюс жилстрой». Все долги по выплате зарплаты строителям руководству пришлось отдавать за свой счет. Считаем, что «Полюс жилстрой» его руководство, а именно Лукьяненко Виктор Викторович, намеренно затягивает сроки по сдаче данного объекта. Четвертая и пятая секция этот этап в эксплуатацию. Значит, было в декабре 2018 года предписание стройнадзора об устранении замечаний, после чего денежные средства им выплатились. Но на сегодняшний день ничего для этого не сделано. Отделочные работы закончены в конце ноября. Замечаний по отделочным работам нету никаких, которые мы выполняем. Этим вопросом сейчас и занимается прокуратура, куда обратилась компания-субподрядчик. Как отмечают в надзорном ведомстве, из-за недобросовестного подрядчика страдает не только средний и малый бизнес в округе, но и жители ветхого аварийного жилья, которые годами ждут переселения. Вызывает вопросы тот факт, что, несмотря на часть выполненных работ в соответствии с проектной документацией, принятых работ без претензий, они не оплачены до сих пор. Сещем у добросовестных субподрядчиков возникают определенные трудности с выбротой заработной платы, выбротой иных обязательных протяжей бюджета, это народы, внебюджетные фонды. Данные факты уже явились основанием для проведения прокуратуры округа соответствующей проверки. Этот и другие острые вопросы предприниматели обсудили на личном приеме прокурора Ниньского округа Николая Егорова. Выявили наиболее актуальную проблему для предпринимателей Ниньского автономного округа в сфере строительства. Это неисполнение договорных обязательств, не получение платежей за выполненные контракты, что влечет за собой косвенно нарушение конституционных прав граждан на выплату заработной платы, на нарушение бюджетного законодательства, выполнения своевременных налоговых платежей. Учредителем компании «Полюс Жилстрой» является Ниньская нефтяная компания. Прокуратурой округа рекомендовано проверить финансовую деятельность подконтрольной им организации.